Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику труда Московской области и Дню местного самоуправления. Как говорит наш президент, человек труда – это неотъемлемая часть развития общества. В кинотеатре «Искра» прошел недетский форум для молодежи. Целевая аудитория у нас 14-21 год. Лучших певцов определили на фестивале-конкурсе «Эдельвейст-2024». Некоторые ребята участвуют не первый раз, естественно, мы их уже узнаем. Торжественное мероприятие, посвященное празднику труда Московской области и Дню местного самоуправления, прошло в Ленинском городском округе. На нем различные награды получили представители трудовых коллективов и работники профсоюзных организаций. Лично поздравить тех, кто составляет славу и гордость муниципалитета, приехал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Представителям трудовых коллективов он вручил награды губернатора Подмосковья и региональной думы. Педагог Анна Духанова и инженер Алексей Киндин были удостоены звания «Заслуженный работник Московской области». Эксперту администрации округа Ольге Левкович был вручен знак областной думы за труды. Как говорит наш президент, человек труда – это неотъемлемая часть развития общества и современного государства. Во все времена так и было, потому что от человека, занимающегося конкретным делом, много что зависит. От всей души поздравляю всех присутствующих в вашем лице, ваши коллективы и всех жителей городского округа Ленинский с наступающими праздниками. Глава муниципалитета Станислав Катаров в честь праздника труда и дня местного самоуправления вручил благодарственные письма и почетные грамоты администрации и главы округа 30 представителям трудовых коллективов. Четверо из них были награждены знаком главы Ленинского округа за личный вклад в развитие округа. Говоря об интересах наших жителей, мы никогда не забываем и про наши предприятия, которых сегодня на территории Ленинского городского округа более 17 тысяч уже. Каждый год прирост, по крайней мере за прошлый год, было более полутора тысяч предприятий у нас добавилось. В этом году мы ожидаем прирост порядка двух тысяч предприятий. Мы все для этого делаем, чтобы Ленинский городской округ развивался, шел вперед. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко также отметил почетными грамотами и благодарностями тех, кто работает на благо муниципалитета. В своей речи он отметил, что в нынешнее непростое время многие своим трудом приближают победу в специальной военной операции. Два последних года, мне кажется, научили всех нас по-особенному, с уважением относиться к людям, которые, невзирая на личное время, на свои силы, на возможности, работают и делают благие дела для нашей страны, для нашей Родины. Мира, добра, благополучия, новых задач, новых свершений, неиссякаемой жизненной энергии. С наступающими праздниками. Также за многолетний труд, активную деятельность по защите социальных и трудовых прав и интересов трудящихся награды получили работники профсоюзных организаций. В администрации муниципалитета прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям. Ребят лично поздравил глава Ленинского городского округа. Подробнее расскажет Олеся Мордвинова. В праздничной обстановке в окружении самых близких 14-летние жители нашего округа получили самый главный документ – свой первый паспорт. С этим их поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Катеров. Я вам желаю, чтобы вы были настоящими гражданами нашей страны, любили свою страну, прославляли ее. И все достижения, которые у вас здесь, несомненно, будут, вы точно так же связывали со своей страной и свое будущее, свое настоящее. Получение паспорта в первый раз – одно из самых значимых событий в жизни каждого человека. Ребята с трепетом и волнением ждали этого дня. Мне очень приятно, что глава района выдал мне паспорт. Для меня это очень важно. Никита Михайлов хочет поддерживать мир и порядок в стране, поэтому мечтает служить Федеральной службе безопасности. Он уже сейчас понимает, какие права и обязанности получил вместе с паспортом. Чтобы следить за собой, никаких поспешных действий не делать и нести ответственность уже сам. С получением паспорта подростки могут открывать счет в банке, работать по трудовому договору, путешествовать на разных видах транспорта без родителей и даже заселяться в гостиницу. Все это дает почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Олеся Мордвинова, Алексей Астафуров, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Во время рабочей поездки в Ленинский городской округ депутат Московской областной думы Владимир Жук передал гуманитарный груз для бойцов СВО. В приемную партии «Единая Россия» обратилась волонтер Ольга Римаренко. Ее муж принимает участие в специальной военной операции. И она также решила не оставаться в стороне и вместе с другими неравнодушными людьми переправляет бойцам необходимые грузы. С просьбой о помощи она обратилась к Владимиру Жуку. Ребят попросили, я к вам соответствую. Ну, мы приготовили вот сейчас. Да, я поняла. Спасибо большое. Повезу на следующей неделе. А вы часто едете? Вообще обычно раз в месяц езжу, но в этот раз попросили срочно привезти медицину. Депутат Московской областной думы откликнулся на просьбу. Оперативно были закуплены необходимые бойцам медицинские препараты, шприцы и материалы для перевязки. В течение нескольких дней ценный груз будет доставлен на передовую. Спасибо большое. В муниципалитете прошел первый недетский форум. Эта площадка создана бизнес-сообществом для развития творческих, волонтерских и предпринимательских способностей у подрастающего поколения. В кинотеатре «Искра» состоялось просветительское образовательное мероприятие «Недетский форум», организованное сообществом «Нежный бизнес» и компанией «Ивенткорп». Проект направлен на развитие молодежного движения и привлечение его к предпринимательской, волонтерской и творческой деятельности. Цель форума – соединить опыт успешных предпринимателей, наставников, значимых людей Ленинского городского округа. И, конечно же, нашу молодежь, которая сегодня многочисленна, она пришла сюда проявляться. Целевая аудитория у нас 14-21 год. Это, соответственно, тот возраст, когда дети уже могут иметь юридический статус и стать, допустим, самозанятыми, далее ИП, и, конечно же, возраститься до ООО. В рамках форума прошли выставки-презентации образовательных и спортивных учреждений округа, а также творческая благотворительная ярмарка. Средства от продажи изделий ручной работы пойдут на лечение маленькой видновчанки Лизы Забайкиной. Это роспись по стеклу, бисер, это шили девочки игрушки своими руками, вот игольницы, например. На сцене выступали спикеры с тематическими лекциями о предпринимательстве. На своих примерах они рассказывали ребятам, как можно создать успешную бизнес-модель и развивать её в будущем. Как минимум, это может замотивировать остальных детей заниматься чем-то похожим, потому что на данный момент у нас с 14 лет можно оформить самозанятость и также уже заниматься полезным делом, пополняя семейный бюджет. Волонтёрство – одно из важных направлений деятельности среди молодёжи. Активные ребята проявляют себя в организации мероприятий, помощи фронту, заботе о пожилых людях. Работа с подрастающим поколением ведётся в округе уже давно и спустя годы приносит свои плоды. Очень приятно было это всё вот сейчас прослушать, посмотреть, посмотреть, как дети с какими глазами, сколько искренних, сколько у них вот. Они понимают, что они занимаются нужным делом. И, конечно, мы их поддержим и всегда поддержим. Школьники и студенты, принявшие участие в недетском форуме, отметили важность подобных проектов и делились впечатлениями от увиденного и услышанного. Сегодня я пришла на это мероприятие, чтобы побольше узнать о волонтёрской деятельности, потому что в наше время это очень важно, как я считаю. И мероприятие очень важно для подростков. Организаторы форума планируют провести аналогичные мероприятия в других муниципалитетах Московской области. В 23-й раз в муниципалитете прошёл фестиваль эстрадной песни «Эдельвейс». Каждый год этот конкурс собирает талантливых жителей округа и зажигает новые звёзды. Наша съёмочная группа побывала на галоконцерте. Уже 23 года в муниципалитете проходит фестиваль эстрадной песни «Эдельвейс». За долгие годы его участниками и победителями стало не одно поколение жителей округа, и традиции продолжаются. В этом году во вторую тур конкурса вышли 69 вокалистов в семи категориях, так что перед жюри стояла нелёгкая задача. Ребята растут год от года. Я уже третий год, можно сказать, являюсь председателем этого фестиваля. И в целом, конечно, виден прогресс. Некоторые ребята участвуют не первый раз. Естественно, мы их уже узнаём. Видим те изменения, которые произошли за год. И когда видишь, что ребята растут, это, конечно, очень приятно. Одарённые участники представили десятки ярких номеров. Василий Иваник выступил на «Эдельвейсе» с композицией «Я слышу джаз». Вокалист он уже опытный, за плечами пять лет. В студии «Звуковая волна» и сегодня награда не заставила себя ждать. Юный исполнитель держит в руках кубок Гран-при. Я сначала думал, что про меня забыли, честно скажу. А потом, когда я узнал, я был очень рад. То есть, прям, был переполнен разными эмоциями. Музыка для меня – это всё, это очень главное в моей жизни, потому что я этим живу. Мечта стать большими артистами есть у многих участников фестиваля. Кристина Попушева поёт с детства. Сейчас девушка учится в Московском государственном институте культуры по специальности «Сольное народное пение». Но про Эдельвейс не забывает. Талантливая видновчанка участвует в конкурсе уже много лет. Я сама уже начинаю видеть, что расту. С каждым годом всё лучше и лучше, увереннее. Вот. И мастер-классы у одного из жюри тоже очень помогают. Приходишь, тебе уточняют, какие ошибки, где как лучше сделать. Вот. Помогает расти, да. За трёх-четырёхминутным исполнением стоит большой труд. Правильный подбор репертуара, недели, если не месяц репетиций, умение совладать с собой на сцене. Всё должно совпасть, считает участница конкурса Алина Камышова. И своим выступлением девушка сегодня вполне довольна. «Мы понесли романс. И в целом я довольно-таки прожила эту роль достаточно чувственно, на всех эмоциях. И, по крайней мере, эмоционально я точно выжилась по полной программе. Ну, а вокально, конечно, есть к чему ещё стремиться». Завершился фестиваль аплодисментами и вручением кубков и наград. В этом году в категории ансамбли было вручено сразу два Грам-при. В парке Опаренке прошёл семейный велоквест «Здоровье в движении», посвящённый Дню велосипеда. Организаторами мероприятия стали участники местного отделения «Движение первых». Подробнее о соревнованиях расскажем в нашем следующем сюжете. За звание самой спортивной семьи боролись восемь команд. Родители вместе с детьми проходили все этапы соревнований. Так называемые станции, которые располагались по всему парку. Участникам необходимо было продемонстрировать свои знания по культуре, искусству, экологии, спорту, туризму, истории и волонтёрству. На каждой станции задания были в разных форматах – викторины, ребусы, физические упражнения и даже лагерный тренинг на сплочение. «Вы стоите на плед и должны сложить её два раза, но не выходить за пределы пледа». «Пополам сложить два раза полностью». «Давай только осторожно». Финальным этапом стал художественный конкурс. Каждой команде нужно было изобразить на бумаге флаг своей семьи и презентовать работу, дополнив рассказом об отличительных чертах своих родных. «Все виды спорта, которыми занимаются члены нашей семьи, ну и, как я понимаю, нас объединяет любовь и спорт». «Моя семья – это радуга». «Это все члены нашей семьи. Они все тоже очень хотят участвовать и хотели, но не знали об этом. Когда я записала их, мы пришли, они узнали». По итогам соревнований третье место заняла команда «Неугомон». Серебро досталось семье 2 плюс 3, а победу одержали ноги в дороге. «Мы действительно все время в дороге, все время движения, мы увлекаемся волейболом, футболом, велосипедом». «Призёрам были вручены брендированные настенные календари от движения первых, а победители получили музыкальную колонку». В Центре социального обслуживания Домодедовский открылась выставка-ярмарка «Добрый свет», на которой можно приобрести уникальные изделия ручной работы, сделанные участниками клуба «Активное долголетие». Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стафёровой. В рамках акции «Декада милосердия», которая ежегодно проходит в Подмосковье, проводят разные тематические мероприятия. Например, в Центре социального обслуживания и реабилитации Домодедовский в очередной раз организовали выставку-ярмарку «Добрый свет». Свои творческие работы представили мастерицы из клуба «Активное долголетие». «Клубы рисования, клубы квиллинга, клубы рукоделия, спортивные направления тоже участвуют творческих, поэтому всё здесь у нас на выставке-ярмарке». На мероприятие собрались самые талантливые и вдохновляющие люди, которые не только не перестают удивлять своими способностями, но и доказывают, что возраст не помеха для самореализации. «Как можно шире рассказать, что у нас есть такие замечательные направления кружковой деятельности, и чтобы люди приходили, общались, творили. Вот это цель, наверное». Татьяна Судаева обучает людей старшего поколения бумагопластики. Это декоративно-прикладной вид искусства, который заключается в моделировании из бумаги плоских или объёмных композиций. Этой техникой она занимается около 20 лет. «Всё делаем сами. Единственное здесь покупное – это рама и стекло. Сами делаем тонные коробочки, объёмы, делаем бумагу какую-то, салфетки, используем всё, что подходит нам». Посетители выставки были под впечатлением от увиденных поделок. «Человек, допустим, вот сделал вот это вот. Это нужно иметь такие ручечки, чтобы вот это всё сделать. Это очень тонкие работы. Потом я смотрела, вот мне очень нравятся художественные произведения, картины. Никогда я бы не подумала, что у нас столько талантов в таком возрасте». Приобрести понравившееся изделие может любой желающий. Юлия Стафёрова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова